Привет, мои любители древности и Sims! Это канал JPlay, это Sims 4 и Династия Таймс. Мы снова здесь. Мы продолжаем, и вот наша наследница Амелия. Она, в общем, пришла в школу. Вот школа, теперь нормальная. Все, смотрите, какая школа. Сейчас я вам покажу ее. Вот школа, вот, смотрите, видите, да? Видали, какая у нас школа крутая, да? Единственное, что я переодела вот этих всех людей, вот этих всех учеников, я их переодела, но... вернее, как не всех, половину. Я начала переодевать их всех, но обнаружила, что им похрен на то, что я их переодеваю. Они все равно здесь в каких-то своих нарядах странных, и... я, короче, решил на это забить. Давайте просто будем делать вид, что они все ходят в нормальной одежде. Переодевать их всех, это просто потратить кучу времени, а если я потрачу кучу времени, то я не успею записать ни эту серию, ни следующие серии, ни следующие игры, и, в общем, плохо будет всем. Давайте используем воображение, в конце концов, это все-таки всего лишь Sims, игра и все дела. Нам надо что-то сделать, собраться свободно, готовиться к экзаменам. Это как? Нажмите на компьютер или книжную полку. Вот, готовиться к экзамену. Давай готовиться к экзамену. Амелия, я так и не понимаю, почему в эту школу не пришел Эйден. Тут как бы есть всякие разные персонажи, кого тут только нету. Все подростки, какие только есть во всем SimCity, но моего мужика тут нету. Вот, что хочешь, делай. Не знаю, куда его засунули, что с ним сотворили, но без него как-то. Может быть, где-то все-таки сейчас объявится? Ну, вот я сколько смотрю, сколько рож тут есть, это все не наши. Так, идешь готовиться к экзаменам? Давай. Она голодная, да блин, она всегда голодная, у нее такая черта характера, она обжора-обжорливая. Так, этот чел, нет, подожди, а где тут с мешком на голове? А почему тут баба голая? Ты посмотри, что происходит. Пока у них проходит урок, мы, в смысле, 5 минут, я уже на занятии. Тут, значит, у нас есть шахматы, у нас тут все такое, ну, средневековое, согласитесь. Вся школа средневековая, вот так, уборщик тут, отстань. Это, значит, у нас тут, ну, хватит писать, мне тут фига, у нее получены навыки какие вы дали? Из сельвадоратской культуры и археологии. Амелия, чем ты занимаешься? Алло. Что она там делает? Делает заметки. А, окей, пусть делает заметки. Подожди, давай посмотрим, как она делает заметки. А, вот так вот. Вот еще бы не мешались на заднем фоне вот эти вот люди, и было бы прекрасно все в своих неподходящих нарядках. Ну, ладно. Значит, тут вот столовая, видимо, вот здесь вот все это столовая, вот здесь жилая какая-то комната, не знаю, для кого. А, ну, здесь, наверное, я собирала, чтобы здесь кто-то жил, но потом, чтобы здесь кто-то жил, это тогда не будет использоваться участок как школа, а я в итоге его использовала как школу, и все перепутала, все поменяла, короче, в общем-то, ладно. Второго этажа у нас, по-моему, нету. Да, у нас нет второго этажа, и нахрен он нужен, значит, только... О, дым! Подождите, а я себе шкафчик не выбрала, я хочу вот этот шкаф... Нет, не хочу на той стороне, я хочу вот на этой, вот этот вот выберу. Я хотела сначала у входа, но у входа, блин, все будут толкать, пихать меня, не-не-не, вот этот выберу. Темная академия, ну-ка, что это такое темная академия? А почему это... Я хотела вот этот вот вообще-то. А как мне поменять местами? Я хочу вот этот вот. Ай, блин, и ладно. Готовься к экзамену, иди. Чё, нет? А как же, я же нажала. Да в чём проблема-то, не понимаю. Давай вот здесь вот зайду. Прям в кабинете директора буду готовиться к экзаменам. Чё бы нет. Госпожа директор, вы же не против, да, чтобы я готовилась к экзаменам прямо в вашем кабинете? Мне кажется, вы должны быть за только. Урок по литературе на этот раз. Чё тебе надо? В смысле пойманным? Отстань! Я к экзаменам готовилась, овца! Даже не хочу слушать ваши оправдания, уважаемая Амелия Таймс! Вас нет на занятиях, и вы остаётесь после урока. Дура, я у тебя в кабинете была. Я виновата, что ваши, блин, книжки не берутся ниоткуда. Это всё из-за этого. Дура. Какая дура. Ну вот же я на занятии. Ну чё она такая тупая? У вас очень подозрительный вид. Чего? Какой подозрительный вид? Ты ошалела? Чё ей надо от меня? Чё она хочет от меня? Где она? Мэй к Амелии. Подозрительная личность. Амелия считает... А, Амелия в смысле? Подожди. Не понимаю. Чё? Чувство обиды. Амелия считает, что Мэй ведёт себя подозрительной... Да, согласна абсолютно. Она просто невероятно подозрительная. Тупая вообще какая-то странная очень. Я вам с самого начала сказала ещё в той серии, что она какая-то, блин, не такая вообще абсолютно. Поймались по личным. Так я не шалила, я к экзаменам готовилась. Идиотка какая-то, господи. Давай на неё порчу наведём. Есть какой-то способ навести на неё порчу? Извиниться? Какой извиниться? Я хочу на неё порчу навести. Ладно, я научусь порчеванию и вернусь к тебе. Блин, ну это вообще несправедливо. Ещё меня на заднюю парту кинули. Я на передней сидела всегда. Школьный день пошёл к концу. Я пойду потанцую. Где тут моя черлидерская доска? Давай, на, буду танцевать. Вообще просто какой кошмар. Какая отвратительная директриса у нас, а? Вот сразу видно, нельзя эту должность было ей доверять. Кошмар. Отбыть наказание после уроков. Каким образом? Нажмите на маркерную. Опять? А, то есть мне нельзя было плясать сейчас? Господи, боже мой. Издевательство. Отбыть наказание. Иди отбой наказания. Отбывай наказание быстрее. Сейчас уже время закончится. Да как это, блин, успевать тут? Тут, блин, время течёт просто невероятно. Что? Там кто-то сейчас только что пылал яростью. Я пока дойду до этой комнаты, уже время-то вытачит. А, ну я, собственно, пришла, да? Выпускной уже скоро. Как выпускной? О чём вы? Я только поступила сюда. Вы чё? Всё, срочно. Надо идти домой обратно. Столько людей, а Эйдена нет. Э! Куда мой мужик опять делся? Да в смысле, что за бред происходит здесь? Я не понимаю, где мужик? Он просто реально исчез? А его можно как-то сюда телепортнуть? Эта игра издевается. Проводить время вместе, давайте. Меня ещё и обожгло, да? Да, меня обожгло. Ожёк на руке, кошмар просто. Какой ужас. По-моему, всё-таки мы красивое место выбрали, да? Утёсы нам не подошли, нас оттуда прогнали. Считайте так. Куда? Куда убегай? Да ё-моё, ну что ж так будешь делать-то? Ну куда? Все убежали, блин, опять. Да я сейчас вообще вот сказню за это. Куда они рванули? Что она делает? Обниматься. Вот здесь нельзя было обниматься? Чем вам, бляш, не понравился, дураки? Устроиться поуютнее у костра. Во! Валите обратно к костру. А как можно вместить их в это окошечко? Вы что, с ума сошли? Ну вот, более-менее, по-моему, адекватно. Но я не понимаю, как управляться. Тут вообще такая мелкая камера, и вообще ничего не двигается. Как это вмещается сюда, я вообще без понятия. Ну, типа мы сфотографировались. Ладно. Допустим. Давайте танцевать. Хрена себе танцы. За такие танцы точно окажемся на таком костре. Ты посмотри, что происходит реально. А как мы можем стать парой? Что такое? Жара? А как ей может быть жарко? На улице осень. Все, они стали парой. Ура! Или это от костра жарко? Это что еще за действие такое? Целовать под дождем? Ну-ка сюда иди. Вы не удивляйтесь, я просто впервые играю подростками, поэтому я как бы это... Ооо, вот это, вот это, вот это вообще... Нормально ты? О черевичках думает новых. Посмотрите. Ооо, какая прелесть. Ооо. Ооо. Ну давайте на утесы пойдем. Че? Опять? Какие предметы удалены? О чем ты говоришь мне? Можно вот здесь сидеть, на вот этом камне. Давайте. Куда ты встал? Сядь обратно. Ну давайте страстный. А, это не засчитали еще. Нет, засчитали. Страстный поцел. Так я ж только что это сделала. Я опередила все ваши события. А у меня теперь нет вот этой темы. А все, а нету. Да куда он опять убегает? Что это за человек такой? Почему он все время убегает? Объясните мне. Что это? Не знаю, что такое обменяться кольцами. Давайте попробуем. Вдруг это что-то интересное. Ну это же какие-то такие кольца, да? Нет, что это за кольца? Не понимаю, но почему только я? Да, дали друг другу Амелия, Эйден и Амелия дали друг другу обещание. А почему только я надела ему кольцо? А он мне наденет кольцо? Нет? Что это за обмен такой без обмена? Что это за дела такие вообще? И у меня не появляется вот это вот страстно поцеловать. Что хочешь, делай, но не получается. Давайте под Амелой поцелуемся тогда. Да, возле куста. Нормально. Ну нету страстного поцелуя, я не знаю, что сделать. Пригласить на выпускную можно, давайте. Приглашу на выпускной, что делать? Страстный поцелуй куда-то делся, просто его украли. У меня он был в самом начале, я сделала, но дурачиться... Мне почему-то кажется, что дурачиться под кустом, это будет сейчас что-то типа в уху. Нет? Выпускной с тобой, разумеется, еще бы ты отказался, тварь. Наконец-то появился страстный поцелуй. Почему его до этого не было? Я его искала везде и всюду, но он исчез. По-моему, это лучшее свидание, какое только могло быть в жизни Эйдена. Теперь ты замерзла, серьезно, издевается надо мной. Задайте рискованный вопрос, это что вообще, к чему приведет? У тебя панталоны в сердечках? Да, и они все твои. Это был рискованный вопрос, ясно вам? Если вы не знали, то это примерно как-то так выглядит. Заработано золото, понятно? Так, все. А, блин, еще одно свидание нужно. Серьезно? Что происходит? Они теперь вдвоем тут застряли, а? Муж и жена, одна сатана. Ну что это такое? Вот я не понимаю. Выходите отсюда оба. Боже, да где пожар-то произошел? Серьезно? А-а-а! Ты горишь, дура, иди сюда. Господи, она прям горела. Вы это видели? Дом горит, вернитесь, тушите пожар. Еще у меня корова, еще не дай бог, сгорит. Алиса становится любительницей природы. Как же здорово находиться вне дома и дышать свежим воздухом. Принять эту перемену, да? Новая черта характера. Только не сгори, пожалуйста, с новой чертой. Амелия радуется, что Эйден может излить все свои чувства и расстройства. Жалобы могут обладать целебным свойством. Может, персонажу по имени Амелия нравятся жалобы? Боже ты мой. Ну, ладно, допустим. Жень. Вот что она, собственно, про эти жалобы и думает. Ах, ты ж блин! Амелия узнает, с кем персонаж по имени Эйден предпочитает дурачиться, но, но, меня только что все обломали, потому что кустов поблизости нет, видали? Реально его нету. Я не вижу. Ну, просто, если его нету поблизости, зачем тогда нужно вот это действие здесь? Ну, то есть оно же возникает у них у самих друг с другом. Зачем это надо? Так, что-то возникло. Небось, опять она к нему, а он ко мне ничего, да? Пылкая влюбленность, обожание, предмет воздыхания. А он что? Под впечатлением от приглашения. И все, да? И вот, собственно, и все. Я не могу выполнить эту жизненную цель. Здесь нужно стать взрослым. Блин. Черт побери, как так-то? Да в смысле? Блин, а тут любая, короче, из тех, которые я хотела, ей жизненных целей. Тут везде нужно стать взрослым. Найдите неопознанное растение, выберите здесь и собрать урожай. Блин, это мне нужно где такое найти? Возлюбленным персонажам все возрасты покорны, они готовы брать на себя долговременные обязательства. А есть вообще какая-нибудь жизненная цель такая, чтобы не нужно было стать обязательно взрослым для этого? Вот чародейство я изначально хотела, там что для этого нужно? А, для этого нужно стать чародеем обязательно, да? Достичь второго уровня. Достичь третьего уровня. Достичь пятого уровня. Замечательно, короче. Можно было бы взять Человек Эпохи Возрождения, но здесь опять-таки нужно стать взрослым обязательно. Что за жизненные цели такие дебильные? Меня бесят они. Слушайте, можно выбрать мировой друг, кстати. Хотя бы, даже если мы ее не завершим, хотя бы немножко что-то повыполняем. Представится, 10 персонажей. Мне просто нужны жизненные цели, чтобы ей 5000 баллов накопить каким-то образом. Мне кажется, мы до конца жизни их не накопим. Думать о предмете воздыхания? Ну, давай подумаем. А как это будет? Это будет вот так. Ах ты ж. Слышь, давай выйдем на красивое место где-нибудь. Красивая площадь. Вот здесь вот где-нибудь, давайте встанем где-то, где-то. Ну, не возле туалета, нет. Давайте где-нибудь, может быть, как-то вот так вот, что ли. Вот здесь вот аллея фонарей. Иди сюда, встань. Ну, что она там 3 часа идет-то? Сейчас красиво будет. Ну, давай, давай, сделай нам красивую фоточку. Какая-то странная баба на заднем фоне все испортила вид. Ну, что это такое? Не обладает достаточным уровнем навыка интеллекта. Ничего себе. Еще интеллект для этого нужен, прикиньте. Для того, чтобы вырвать, сорвать растение, нужен интеллект. И это тоже нельзя. А знаете, это прям обидно. Играть можно. Давай поиграем. Домик вот прикольный. И тут вот даже, смотри, что есть. Круто же, да? Где там этот ботаник независимый? Любитель воздуха. Вот. Сейчас мы посмотрим, сойдет ли это с неопознанных растений. Хотя они подписаны, как волчий корень. Нет. Это является опознанным растением. Выберите, найдите неопознанное растение. Ну, блин, ну, е-мое, где я такое найду тебе? В каком месте? Пять рыб в Гранит Фоллс. Может быть, нам в Гранит Фоллс надо съездить? О, Джону тоже нравятся жалобы. А кому еще нравятся жалобы? По-моему, Амелии нравились жалобы. Я потеряла наш дом. Где наш дом? Не вижу. А, вот. Блин, здесь можно ходить по этой аллее? Серьезно? Дерево с кровавыми плодами. Я нашла кровавые плоды, слышь? Давай соберем. Там что-то сидит. Там что-то сидит. Там чудовище. Два чудовища. Какие-то монстры лютые. Сейчас Амелию сожрут. Амелия, ты где вообще находишься? Почему у тебя что у тебя в руках? Ты собрала кровавые плоды? Что с ними делать? Тебе засчиталось это за неизвестный? Нет, ни хрена. А где растут неизвестные растения? Я что сделаю, если все растения известны? Да ладно, тут перевернутый стол есть, да? Ой! Ой-ой-ой, страшные, страшные морды. Тут можно посидеть. Здесь можно провести свидание с Эйденом. Блин, жаль, здесь нет куста. Здесь нужен куст. Почему здесь нельзя было поставить куст для... Какое-то удобрение, пожизненные соки. Где находит такой Гарик? Гарик, что там делаешь? Ну а как мне найти неопознанные растения? Она все растения знает, даже те, которых мы не знали. Опять кто-то салат, блин, тут начал делать без моего ведома. Коровка вышла. Коровка опять грязная. Что она вечно грязная какая-то? Почему она так пачкается быстро? У нее коровник чистый. Так, мне кажется, кое-кому уже пора обзавестись детьми. Ооо, Алиса испытывает обожание к Анне Марии. Так, да, она беременна, все отлично. Ну, типа, как бы мы узнали, не узнали. Ну, травки попила и узнала, что как бы вот она, собственно, беременна, все. Что там делать собрать? Вы не хотите спать лечь, а? Вы как бы всю ночь бродили у меня? А что у тебя? Ожог на руке. Потому что нечего было зажигать костры, если не умеешь с ними работать. Что мне врете? Никакого образа жизни тут нет у него. Написано, выработан образ жизни, широкий круг общения. Где он тут? А может быть, у кого-нибудь есть уже баллы? Может быть, я кем-то другим куплю баллы себе? Нет, ни у кого вообще баллов нету. Что? Какие проблемы? Что ты несешь? У меня продуктивность отличная. Что они врут? Хорошистка я. Что? Нас, по-моему, нас разводят. Какие проблемы? Я не поняла. Что за проблемы у нее в школе? Уйди. Что, значит, исключить могут? Я сама сейчас уйду, козлы. Что ты хочешь? Ага. Почему-то они исчезают. Мы пришли на место, он исчез. Что это такое? В смысле, еще немного. Мы только пришли. Давайте на облака посмотрим. Какие группы поддержки? Какой день спорта? Когда у нас выпускной уже будет? Я хочу, блин, закончить эту дурацкую школу. Я хочу, чтобы она уже стала взрослой, потому что, ну, подростком быть такое себе в средние века. Нет, оно как раз таки нормально быть подростком в средние века, но с точки зрения Симса это плохо, потому что... Потому что... Ну вот и что, вы мне сбросили все мои действия. Куда он делся? Что за дела, блин? Я понажимала ему кучу людей. Куда он исчез, козел? А, скотина. Вот скотина, вот скотина. Что происходит, а? Планировать какой визит, блин? Сюда же. Заколебали. Все, у нас свидание. Так, давай, сюда сядем. Куда он пошел? Куда он пошел? Что происходит? Эйден, ну-ка, живо сюда сядь. Немедленно. Спасибо. История. Невероятная история. Давай. Куда он делся? Да почему ты скинул действие, чучело? Блин, что происходит? Опять, опять, да, что-то обновили. Опять что-то обновили. И опять все ухудшилось, да? Как я должна рассказать ему невероятную историю, если они скидывают мои действия? Что такое? Рассказать занимательную. А где невероятная была история? Я хочу невероятную. Я не хочу занимательную. Я хочу невероятную историю рассказать ему. Все. Иди сюда. Че, блин, за дела такие? Про машины из будущего. Это ей во сне то, что приснилось. Видала она там красные феррари всякие. Ну, рассказывай ему невероятную историю. Че у меня там? Отличная сдача экзамена. Самый... Что? Самую высокую оценку на экзамене получает. При этом нам сказали, что нас исключат скоро такими темпами. Нормально? Мне кажется, тут что-то вообще сломали все. В очередной раз. Флиртовать, находясь в кокетливом состоянии? Да, конечно. У нее уверенное состояние. Я это ничем не перебью уже теперь. Романтический подарок. Кровавый плод. Хочешь? Хочешь зелье эмоций одно дам тебе? У меня их много. Четыре штуки. Только никому не рассказывай, что я тебе зелье подарила какое-то, ладно? А то меня сожгут как ведьму. Тебе должно понравиться. У него очень кокетливая, а у меня вообще ни разу. Эйден вручает персонажу по имени Амелия подарок. В смысле Эйден? Я же вручила ему. Ты мое сердце, моя душа, мое сокровище, мой день, мое будущее, моя жизнь. Он мне что-то подарил. А что он мне подарил? Блин, а у меня тут столько всего, я не знаю, что он мне подарил. Розу. Он подарил мне розу. Давай ему подарим браслетик. Вот. Давайте. Так, сейчас я нажму за ней следить, потому что они могут от меня сбежать. Они реально идут в куст. Все, мне... А, ближайший? Серьезно? Ах, ты ж типа, смотри, какой ехидник. А дурачиться это в смысле в уху? Или это просто они там, ну, пообжимались, полапали друг друга и на этом закончили? Смотрите, все, идут, идут. Палево, палево, палево. Крадутся. Никто ничего не видел. Каких эксперимен... Оооо, ты что? Это надо изменить, сейчас будет. Пылкая влюбленность, между прочим, пропадает, да? Да. А у него ко мне ты мое лакомство. А, я его лакомство, да? Ты мой личный сорт героин. Ясно. Ты мое лакомство. Ну, что ты за... Жук болотный. Ты надоел сбегать. В уху по-другому. Чего? Создание прочных отношений с другими приводит к счастью. Уютный костер. Цель задания устать. В уху по-другому. В разнообразии прелесть жизни, особенно в делах романтических. Мечтательный взгляд. Амелия не может перестать думать о предмете воздыхания. И игривый шутник, похотливые улыбки и кокетливые шутки настраивают на романтический лад. Короче, это было в уху, но не в уху. Нас как будто сжигают уже на костре, смотрите. Хоть бы не пророчество было. Как подарить ему... А подожди, нельзя подарить ему браслет? Нельзя продать или удалить? Так я подарить хочу. Обменяться браслетами дружбы. А как мы обменяемся, если у него, например, нету? Что он мне взамен даст? Вдруг у него ничего нет? У меня, короче, есть браслет. Давай обменяемся вместо колец пока что. Воу. Ого, какой чудесный символ нашей дружбы. Это очень много для меня значит. У нас появились какие-нибудь новые вот здесь вот штучки-дрючки, нет? Не, бесполезно, все то же самое. Ну и пожалуйста. Опять, блин, меняешь персонажа, попадаешь в семью к нему. Кстати, а может быть это и неплохо. Говорит про жизнь в браке. Ну-ка иди поговори с ней про жизнь в браке. Все. Ау. А как вот предложить остаться на ночь? Как я ей предложу остаться на ночь, если мы сейчас находимся не дома? Прилюдно? Вот прилюдно признавайся в любви, давай. Анекдот про пингвинов, боже мой. Вот поцелуй ей руку. Ой, ой, перед этим персонажем невозможно устоять. Амелия очень нравится персонажа по имени Эйден. В смысле? А теперь она ему нравится? Да неужели сразу? Вот так вот, да? Ага, ага. Нет, подожди. Где? Предмет воздыхания. Все, теперь у Эйдена к Амелии предмет воздыхания. Вот так вот. Вот так вот, видали? Вот. Куда? А, теперь ты будешь уходить, да? Жопа с ушами, вернись. На, держи розу. А как мне переключиться на нее теперь? Ооо, блин. Камера, ты че? Спросить, с кем предпочитает дурачиться. Так я, Синпень, с тобой. Чего уж спрашивать-то тут? По-моему, мы так все... Мы все прекрасно все уже знаем, видим. Эйден узнает, с кем Амелия предпочитает дурачиться. А с кем? А мы не узнаем этого? Как это? Почему это? Мы тоже хотим узнать. Дурачиться под кустом. Ну, давайте еще раз подурачимся под кустом и пойдем. Спасибо большое! Какой танцы? Какие танцы? Давай дурачиться под кустом. А где ты танцуешь? На какой платформе? Тут ничего нету. Что это такое? А где здесь танцевать надо? Здесь какое-то есть полотно? Ты где? А что он длится? Гнев из-за предмета воздыхания? Эйден возмущается тем, что предмет воздыхания машет кому-то рукой. Этот особый жест, которого не достоин никто, кроме Эйдена. Видали? Эйден! Подожди! А он в случае мне ревнивый? Он ревнивый! Вот в чем дело! Эйден ревнивый! Вон оно что! Все, все, все понятно. Да? Бывает! Точно! Я же совершенно забыла. А что нельзя по газону ходить? Да нельзя? В кустах нельзя прятаться. А мы не прячемся, мы дурачимся. Это разные вещи. Вручить романтический... А у меня только зелье эмоций есть. Которое она же мне и подарила. Ясно? Ладно. А можно какой-то подарок купить? И прям вот, чтобы он ей подарил его. Ну-ка дай-ка я сейчас куплю какой-нибудь подарок. 50 оттенков моих окон. Нет, это как-то говно. Гриб сам ожири. Так. А что можно такого прям подарить? Давайте подарим ей личный дневник. Мы подарим ей личный дневник, потому что, чтобы она в нем писала. Ну, это же старые вот эти стародавние времена. Она будет в нем записывать свои мысли, типа такого плана, что-то всякое. Угу. Что-то еще надо. Ну, розу понятно. Розу мы и так можем подарить. Но можно вообще купить и подарить. Прям именно вот подарить, подарить. Очень скудно. Ну, ладно. Подожди, когда будет выпускной? Можно увидеть эту тему? О, Едвига стоит, смотрите-ка. С Владислаусом. У него что, пирсинг, что ли? У него пирсинг, господи. У него пирсинг. Смотрите, у него пирсинг. Неуверенность в себе. Если ваша вторая половинка не рядом с вами, вы не можете знать, кто и что у нее на уме. Понятно вам? Как пойти на выпускной? Что надо для этого сделать? У нас суббота на дворе, правильно? Как попасть на выпускной? Что надо сделать? А, выпускной типа каждую субботу, каждую неделю, да, будет? Вот это разгульная жизнь, конечно, у вас тут в Симсе. Сплошные выпускные. Что ж, судя по времени, нам уже пора закругляться, поэтому выпускной попытаемся провести уже в следующей серии. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, также на всякие разные группы и аккаунты, в которых почти ничего нет. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин